События в нашей республике в последнее время развиваются исключительно стремительно, и потому мы даже не успеваем записывать полноценное видео, монтировать и выкладывать его на YouTube-канале, потому сегодняшнее экстренное видео я записываю через просто телефон и буду выкладывать просто в соцсетях. Речь пойдет об очередном событии в адвокатской палате Республики Башкортостан. Как мне стало известно, в прошедшую пятницу произошел практически инетичный инцидент, который был с Ромео Фарукшиным, а именно оперативниками Федеральной службы безопасности был задержан сначала посредник при передаче незаконного вознаграждения за сдачу квалификационных экзаменов в адвокатской палате, некий господин Генединов, проживающий в городе Нефтекамске, впоследствии он дал признательные показания о том, что эта схема осуществляется вновь, были зафиксированы все телефонные переговоры между посредником Генединовым и его патроном, которым оказался господин Мухаммеддинов, зампредседателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов, который также был задержан в процессе оперативных мероприятий. Отличие данной ситуации от той, которая случилась с Ромео, в том, что оба из этих фигурантов, господин Мухаммеддинов и Генединов, они сейчас отпущены под подписку, и началось какое-то странное непонятное противостояние со стороны прокуратуры в препятствии возбуждению уголовного дела. По всей видимости, понимая, что, как говорится, дом горит, господин Мухаммеддинов подключил уже все возможные и невозможные ресурсы знакомства, связи в прокуратуре и в прочих правоохранительных органах. Речь идет о том, что система маздоимства в области получения статуса адвоката после ареста господина Фарукшина не разрушилась и не исчезла, просто на место Фарукшина пришли другие правые и левые руки этого спрута под названием Юмадилов, а именно господин Мухаммеддинов, который теперь исполнял роль этого получателя денег. Как минимум, приготовление к преступлению уже доказано. В дальнейшем, я думаю, что следственные органы будут более подробно сейчас разбираться с этим случаем. И если прокуратура Республики Башкортостан не воспрепятствует возбуждению уголовных дел, а она сейчас, повторюсь, занимается этим активно, то тогда разгром системы Юмадилова, я думаю, что ускорится в ближайшее время. Кроме всего прочего, стало известно, что на данный момент выявлено более 30 адвокатов, получивших статус через вот эту систему Юмадиловых, Фарукшинах, Мухаммеддиновых, более 30 человек, которые не имели права получения статуса адвоката ввиду отсутствия должного количества юридического стажа. Это выявлено через изъятие трудовых книжек, о котором мы уже говорили, была выемка документов из адвокатской палаты. И этот процесс продолжается. Очень странно наблюдать это на фоне того, что господин Юмадилов продолжает баллотироваться в депутаты госсобрания. Это уже какой-то запредельный цинизм и цирк. Но я надеюсь, что в связи с арестом его покровителя по избирательному округу, я имею в виду главу Краснокамского района, и в связи с последними вот этими событиями, связанными с адвокатской палатой, я надеюсь, что это станет хотя бы какой-то там последней каплей в чашу терпения даже единой России, которая, ну, в общем-то, общеизвестна, что очень терпима к жуликам и ворам, но не до такой же степени, так ведь?